Мы с вами сейчас находимся в общеобразовательной школе номер 72 и одновременно в центре поддержки и развития детей с аутизмом общественной организации ИРОДА. Когда только создавалась наша организация, мы мечтали, чтобы у наших детей, у особенных детей с аутизмом, была возможность общаться с обычными детьми, учиться с обычными детьми и находиться в среде обычных детей. Более того, у нас даже был такой опыт небольшой, международный, когда мы с сыном ездили за границу и в центре, в котором он учился, он тоже находился в школе. То есть, опять же, мы старались перенять уже модель тех организаций, которые прошли, имели определенный опыт в этой сфере. И исследования, очень много исследований доказывают, что если дети с аутизмом, дети вообще с инвалидностью чаще находятся в среде обычных детей, имеют возможность с ними контактировать, общаться, взаимодействовать, играть, то это благоприятно влияет на их развитие, на их социальную адаптацию, на их овладение академическими навыками и вообще на их приспособление к обычной жизни. В процессе, когда я учился, веселый опыт в этом доме, в этой улице, я не знаю, как мы учились под какой-то использовать, потому что этоkeit человека и то единственное общество и в Европе. Для обычных детей, я думаю, это важно в первую очередь, потому что они принимают наших детей такими, какие они есть, развивают в них чувство толерантности, чувство ответственности, чувство где-то даже милосердия, в хорошем понимании этого слова. И, конечно, те дети, которые обычные дети, уже общаются с нашими детьми, они тоже могут многому научиться у наших детей, то есть это как бы обоюдная польза. Мы изначально понимали, что отдельно, как общественная организация, только родители детей с аутизмом. Мы можем много сделать для детей с аутизмом, но вообще развивая сферу поддержки людей с инвалидностью в Таджикистане, продвигая инклюзивное образование, продвигая конвенцию о правах инвалидов в Таджикистане, мы это не можем делать в одиночку. И вообще развивать услуги и сервис для людей с инвалидностью, начиная с раннего возраста до взрослого состояния, невозможно делать в одиночку. И таким образом мы в партнерстве сейчас находимся как с другими родительскими организациями, так и с государственными учреждениями, что для нас является очень важным компонентом нашей работы теперешней. То есть МПО, родительские организации и государственные учреждения, в частности школы, детские сады, городские центры здоровья, это ведомства и министерства. То есть очень важно для того, чтобы работать на нескольких уровнях, начиная от политического, можно сказать, потом уровень идет общественный и уровень личный, уже на уровне индивидуально, да, это поддержка семей, конкретных детей, очень важно партнерство.